Здравствуйте! Вот есть такое выражение «творческий кризис». Слышали, наверное, да? Это особенно тяжело переживают люди творческие. Вот он хочет что-то сотворить, написать картину, музыкальное произведение, создать какой-то такой вот фильм, роман написать, а у него как-то вот ничего не получается. Вот какая-то такая вот художественная бесплодие такое, понимаете? Вот творческое бесплодие. Знаете, слышали, наверное, про такое? Вот, я расскажу вам следующую вещь. Перескажу вам некие опыты на грызунах, которые ставились. И в этих опытах на грызунах были выяснены явным образом причины появления творческого кризиса. Сейчас вам расскажу, как было дело. Вот, значит, это старые достаточно опыты, лет 30 или 40. Их иногда вспоминают, рассказывают, каждый раз по-разному. Я вот в очередной раз по-своему расскажу про эти опыты. Значит, некий ученый поставил опыты следующего содержания. В огромном помещении, я видел фотографию, это помещение такая, как огромная бочка такая, да? Бочка, чтобы мыши не могли вылезти. Внизу, значит, живут мыши. Их туда, значит, поселили. Им дают корм, убирают все, значит, продукты их жизнедеятельности. То есть идеальное такое общество мыши на употреблении. Все есть, что нужно. И делать особо ничего не нужно, да? То есть социальное обеспечение работает вот так вот, да? Ну, значит, первое поколение мышей, которые с голодной своей жизнью сюда переселились, в этот рай, в этой вот цилиндрической бочке, они просто вот отчасти не знают, как им жить. Они размножаются бурно, они растят детей, им весело, интересно. Как хорошо, не надо ничего где-то бегать, ломать зубы, что-то грызть, чтобы добыть там себе крупы. Вот она, крупу ее им дают, да? Вот так вот. Потом, значит, привыкает мышиный народ к этому. Следующее поколение, поколение мышей сменяется достаточно быстро, следующее поколение уже к этому относится как к, само собой, разумеющимся. Чего тут радоваться-то? Это всегда было от нашего рождения, это и при наших предках было, да? И при наших потомках будет. И в конце концов, все это общество впадает, общество мышиное, в такой вот кризис. Появляются, чуть не сказал, люди, мыши, которые ничем не интересуются, они не знают, чем себя занять, просто, ну, нечего делать, да, понимаете? Ничто потому, что их не заставляет оживиться, никакая проблема им не мешает творить, скажем так. И вот очень похожая ситуация, она и с человеком бывает, да? Ну, уж много людей, вот у меня, кстати, был гость на программе «Собеседники», тоже рассказывал об опытах на мышах, своих опытах на мышах, он в области, так сказать, личных взаимоотношений между особями работал, вот так вот, да? Вот, моделировал их. Так вот, очень популярная тема, переносить это на человеческое общество. Так вот, тут, по-моему, очень легко переносится. В чем причина творческого кризиса? Вот как говорят люди моего поколения, да, когда вот какой-нибудь молодой говорит, «Ой, у меня депрессия!» Ничего, что я так вытворяюсь, да, притворяюсь. Ну, на самом деле, жалко человеку, у него депрессия, действительно. А что депрессия? Вот какая депрессия? Мне бы встать, проснуться, успеть сделать то, что у меня на сегодня запланировано. А уж творчеством позаниматься, это урвал какой-то кусочек, скорее твори, иначе отнимут сейчас и все, и погонят. Потому что какое-то другое дело надо будет делать. Понимаете, вот это вот постоянное давление сверху, да, давление обстоятельств, да, оно и как раз и дает принимать за счастье вот те короткие моменты, когда человек свободен для творчества, я не знаю, для чего-нибудь еще, для веселой жизни хотя бы, да. Ему никогда не наскучит жизнь, когда ему постоянно отнимать спокойное существование. Кстати говоря, характерно насчет здоровья. А во время Великой Отечественной войны заметили врачи, что люди перестали болеть, очень мало болели. Потому что постоянный стресс, и поэтому то ли жизненные силы организма увеличиваются. Вот так вот. Спасибо вам за внимание, всех вам благ, не унывайте, пока.